Вор Тимоха в США. Вор в законе Александр Тимошенко, Тимоха, был убит в июне 2014 года в Одинцовском районе Подмосковья. О нем еще при жизни ходило много слухов и легенд. После смерти как ни странно коллегу по цеху стали забывать. Напомним, что Александр Тимошенко, бор, был одно время в Америке, где оставил кровавый след, который начался в Германии, куда он приехал в начале 1990-х годов под видом беженца-еврея с женой Еленой Рановной-Бор и маленьким пасынком Димой. Тимоха родился в Гомеле, но предъявил германским властям фальшивое свидетельство о рождении, где был указан Киев. Он также поменял отчество Иванович на Самойлович и указал имя матери как Рита Наумовна Ривкина. В 1991-1992 году семья Тимошенко жила в Берлине, но спешно перебралась в США после убийства в Мюнхене Ефима Ласкина, считавшегося главой русской мафии в Западной Европе. 52-летний Ласкин был зверски зарезан 27 сентября 1992 года на автостоянке. Много лет спустя немецкий суд признал Тимоху виновным в этом преступлении. Обкборов США Александр Тимошенко взял фамилию Жены и стал Бором. Некоторое время спустя во внутренних документах ФБР появится термин Обкбора. Тимоха стал завсегдатаем русского ночного клуба Night Flight в Бруклине, участвовал в разборках и общался с местными авторитетами, пользуясь у них уважением. Ходили слухи про Ласкина, то есть человек готов на поступки объяснил корреспонденту причину этого уважения бывший соратник Иванькова. Но, в отличие от Япончика, у Тимохи никогда не было в США своей бригады, не считая уголовника Бориса Алексеева по кличке Афганец. Япончик тоже приехал в Америку в 1993 году практически на пустое место, но скоро к нему примкнул преступный коллектив, известный как Бригада Магадана по имени ее главаря, убийцы Алика Магадана, Олега Осмакова. В один прекрасный день Тимоха разбогател, стал одеваться в соболиные шубы, полюбил дорогие кабриолеты, вспоминают один из местных соратников Япончика. Прошло уже 20 лет, и знавшие Тимоху люди уже точно не помнят, каким образом разбогател он в Нью-Йорке, но говорят, что он разжился за счет жившего в США российского бизнесмена по кличке Горыныч. Убийство Олега Каратаева Тимоха родился 10 января. В 1994 году он отмечал день рождения в ресторане Арбат на Брайтон-Бич, куда пригласил и знаменитого боксера Олега Каратаева, прекрасно зная, что того убьют. Исполнителем убийства был Магадан, выстреливший боксеру в затылок, когда тот вышел из ресторана, чтобы справить нужду об этом корреспонденту рассказал Леонид Ройтман, который был правой рукой Магадана и отсидел в США за попытку заказать убийство киевских бизнесменов братьев Константиновских. Известных по кличке братья Карамазовы в БР не имело понятия о причастности Тимохи к этому преступлению, которое до сих пор числится нераскрытым и начало всерьез разрабатывать его в апреле 1996 года, когда он уже перебрался из простонародного Бруклина в городишко Миссапиква на Лонг-Айленде, давно облюбованной итальянскими мафиози. Он хвастался бывшему ленинградцу Михаилу Сыроежину, что рядом с его домом находятся особняки членов клана Гамбина и других семей Нью-Йоркской мафии. По словам Сыроежина, иностранцы не могли произнести его фамилию и он поменял ее в октябре 1995 года на Гасса, как звали его прадеда немца. Сыроежин был также известен как Михаил Потемкин по фамилии своей первой жены, и как Майкл Гэс. Он был заместителем Биллы Курковой на пятом канале петербургского телевидения, но бежал в Америку с частью денег, выделенных каналу на закупку профессионального оборудования и поселился в Албании на севере штата Нью-Йорк, где тоже жил не совсем честно. Под колпаком ФБР ФБР арестовало его в 1996 году за отмывание денег Пятого канала. Сыроежин быстро признался в этом и ряде других преступлений, и согласился сотрудничать со следствием. Ему поручили разрабатывать Тимоху Бора, которому его представил афганец в ресторане Одесса на Брайтон-Бич. Мир этих людей был очень тесен, по данным немецкой полиции, Ласкин, которого убил в Мюнхене Бор, владел долей в этом ресторане. Бор поведал Сыроежину, что у него завелся в Бруклине бизнес с ценными бумагами, на котором можно сделать миллионы. Бор был готов вложить в него 250 тысяч долларов. Он не совсем доверял своим партнерам итальянцам и ему нужен был толковый человек, который будет следить за тем, чтобы носатые прозвища итальянских гангстеров у русских его не обкрадывали. Сыроежин отрекомендовал со специалистом по отмыванию денег. Он отменно знал английский, был хорошо образован и идеально подходил Бору. ФБР не могло поверить своему счастью. Правда, на тот момент Сыроежин ничего не смыслил в ценных бумагах, но схватывал все на лету и так наловчился, что в 2008 году его обвинили в другой аферисонами. Главным носатым убора был Доминик Дианисия по кличке Черный дом, связанный с кланом Коломбо. Торговля акциями в котельных торговля ценными бумагами происходила в так называемых котельных брокерских конторах, в которых молодые ребята сидели на телефонах и пытались обманом всучить инвесторам акции безнадежных компаний. Искусственно взвинтив стоимость этих компаний, мошенники внезапно избавлялись от их акций и получали знатный барыш, а инвесторы оставались с носом. Нацепив на себя подслушивающее устройство, Сыроежин являлся в русские котельные, в которых на телефонных сидели юные эмигранты из бывшего союза вроде Дениса Юровского. Его потом защищал молодой адвокат Альберт Даян, который много лет спустя прославится на процессе россиянина Виктора, будто Бор уехал в Москву задолго до того, как власти арестовали почти два десятка участников этой аферы и по делу не проходил, хотя его имя много раз мелькало на процессе. Судья Нина Герсон запретила обвинение упоминать аркпреступность, чтобы не настраивать присяжных против подсудимых. Даян также был против того, чтобы Бора характеризовали как бандита, но потом согласился. Хотя американская фемида упустила Тимоху, ей достался его пасынок Дима, носивший фамилию отца Терешонок, который остался с матерью в Америке. Дима был арестован за попытку ограбления ювелира турка в Нью-Джерси. По делу также проходил сибиряк Василий Ермехин, впоследствии получивший пожизненный срок за убийство другого боксера-иммигранта, Сергея Кобызева. Пасынок Бора признал себя виновным, получил два года и, отсидев свой срок, улетел к отчему в Москву. Арест в Германии 9 сентября 1999 года Тимоха, живший тогда в Кривоколином переулке в Москве, отправился в Германию рейсом Су-257 аэрофлота. У него были российский паспорт, выданный консульством РФ в Салониках и фальшивый греческий на имя Александра Яниса Бора. По прибытии его задержали в аэропорту и нашли у него 11 тысяч долларов наличными и богатые наряды в чемодане. Бор с гордостью показал полицейским костюм, стоивший 2000 долларов. Его обвинили, а потом признали виновным в убийстве Ласкина, а также в попытке вымогательства 50 тысяч марок у полячки Эльжбеты, которая, как подозревали бандиты, украла эти деньги у своей работодательницы, любовницы Бора. Полячка отрицала кражу и, не выдержав пыток, выпрыгнула с тригоэтажа. Несчастная осталась калекой. Бор был приговорен к пожизненному заключению, но отсидел в Сева несколько лет и вернулся в Москву, где в 2014 году его и настигнет пуля киллера.